здравствуйте уважаемые слушатели тема нашей 10 лекции это признание лица подозреваемым и определение квалификации деяния подозреваемого квалификацию уголовного правонарушения по данной теме мы рассмотрим с вами такие вопросы как объявление о признании лица подозреваемым уведомление об окончании производства следственных действий и разъяснение прав на ознакомление с материалами уголовного дела и составление отчета о завершении досудебного расследования и направлении уголовного дела прокурору при наличии данных указывающих на то что лицо совершило преступление орган досудебного расследования выносит свое постановление о признании лица подозреваемым которые с материалами уголовного дела, подтверждающими его обоснованность, незамедлительно направляются прокурору для согласования. Прокурор, в свою очередь, должен незамедлительно принимать решение о согласовании постановления с признанием лица подозреваемым, либо мотивированным постановлением отказывать в его согласовании. В случаях, не терпящих отлагательств, лицо, осуществляющее досудебное расследование, вправе вынести постановление о признании лица подозреваемым и допросить его по всем правилам с незамедлительным направлением прокурору постановлений о признании лица подозреваемым для согласования. При наличии достаточных доказательств, подтверждающих подозрение в отношении лица в совершении преступления, прокурор, лицо, осуществляющее досудебное расследование, выносит свое мотивированное постановление о квалификации деяния подозреваемого. Постановление о квалификации деяния должно быть вынесено в разумный срок. Лицо, осуществляющее досудебное расследование, незамедлительно после вынесения постановления о квалификации деяния подозреваемого, направляет дело прокурору для его согласования. Опять же таки прокурор незамедлительно должен принимать решение о согласовании постановления уже о квалификации деяния подозреваемого, либо должен своим мотивированным постановлением отказывать в его согласовании. В случае вынесения постановления о квалификации деяния подозреваемого, задержанного, проверка его законности, постановления и его согласования осуществляется прокурором одновременно с решением вопроса о согласовании ходатайства, о санкционировании его содержания под стражей или о домашнем аресте. Признав, что по уголовному делу установлены все обстоятельства, осуществляющие досудебное расследование, письменно уведомляют подозреваемого, его защитника, также законных представителей, если они участвуют в данном деле, а также потерпевшего, его представителей, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей об окончании производства следственных действий по делу. В случае устного или письменного ходатайства потерпевшего или его представителей, лицо, осуществляющее досудебное расследование, знакомит эти лица с материалами дела, а также с их частями, ознакомливают с теми частями, в котором они изъявили свое желание ознакомиться. Лицо, осуществляющее досудебное расследование после ознакомления с материалами уголовного дела участников процесса и разрешения их ходатайств, составляет отчет о завершении досудебного расследования. Если лицо подозревается в совершении нескольких уголовных правонарушений, описание каждого осуществляется в хронологическом порядке, начиная с уголовного правонарушения, совершенного времени раньше, чем остальные преступления. Далее направляется уголовное дело с отчетом о завершении досудебного расследования, направляется прокурору. В случае нахождения подозреваемого под стражей к материалам уголовного дела прилагаются его удостоверения личности. В остальных случаях приобщается копия, заверенная лицом, осуществляющим досудебное расследование. В случае отсутствия подозреваемого, являющегося иностранцем, либо лицом без гражданства, документа удостоверяющего личность к материалам в исключительных случаях может быть приложен иной документ. На этом все. Спасибо за внимание.